Мы рады приветствовать вас, дорогие братья и сестры, у нас на библейском портале Экзегеты. Как вы знаете, мы самые наши любимые, может быть, даже самые лучшие передачи посвящаем духовникам, старцам, подвижникам благочестия, тем удивительным людям, которые, может быть, не прославлены еще в лике святых, но их молитвами, может быть, и стоит наш мир еще. И для нас очень важен каждый живой опыт соприкосновения с такими подвижниками благочестия, поэтому мы беседуем с удивительными пастырями, уже современниками нашими. Вот у нас в гостях отец Константин Карипанов, клирик Свято-Троицкого храма города Екатеринбурга. Он также ведь и духовник Екатеринбургской духовной семинарии. И все мы, на самом деле, любим смотреть его лекции, беседы и толкование священного писания, и объясняет батюшка добротолюбие, беседует на самые разные темы. Вот и у нас на портале Экзегеты, на других информационных православных площадках, ну, может быть, не только даже православных, а вообще и светских, ну, вообще для всех. Вот священник, на самом деле, он для всех священник. Он призван нести Божий свет. Отец Константин, у вас был очень тоже такой удивительный путь к священству, да, потому что долгое время вы преподавали, занимались просветительской деятельностью, а потом Господь призвал вас к священному сану. И на вашем пути, насколько я знаю, тоже встречались удивительные люди, подвижники благочестия, которые оказали на вас большое влияние. И вот в частности, протерей Владислав Петкевич, удивительный пастырь XX века, который застал еще дореволюционное духовенство, насколько я знаю. И именно он оказал на вас большое влияние. Вот, батюшка, могли бы вы рассказать нам, да, вот как и вашу встречу с ним, да, и какое он впечатление на вас произвел, ну и вообще вот все, что связано с этим удивительным человеком. Я не уверен, что я могу рассказать о нем как о подвижнике благочестия XX века, так, как это пишут традиционно, ну вот про этих самых подвижников, какой-то вот связанный нарратив, потому что я не являюсь его биографом, не изучал его жизнь. Встреча наша была кратковременна, но очень насыщена, потому что я прожил с ним два года и три месяца, просто вот бок о бок, иногда под одной крышей, очень часто просто в одной келье, когда это случалось, в одном алтаре, вот все это проходило за одним столом, вот, все это проходило очень близко, очень-очень-очень близко, я его слушал, я на него смотрел, вот, ну и жил, собственно говоря, как, наверное, естественным образом, как молодой человек, вот, вовсе не подозревая о том, что эта встреча когда-то может закончиться, такое часто бывает в нашей жизни, и совершенно неожиданно, очень резко, ни кем не предусмотрено, ни предсказано, ни прочувствовано, вдруг вот наше общение закончилось, потому что его перевели из того прихода, в котором мы вместе жили, на этом приходе это совместное пребывание было возможно, туда, куда его перевели, это было невозможно, и поэтому вот я вернулся в родительский дом и начал делать самостоятельные шаги, уже самостоятельные шаги, как должен был определяться, вот, и в итоге вся эта жизнь, она пришла туда, куда она пришла, но где-то спустя, наверное, 3-4 года, после того, как вот наше общение прекратилось, я, естественно, как-то, ну вот, следил за его жизнью, пока он был живой и даже видел его незадолго до смерти лично, но в целом вот общение такое, какое было, его больше не было, не было. Но года через 3-4 я стал понимать, что все, что происходит в моей жизни, есть совершенно очевидный для меня тогда плод его молитвы. Вот это как-то неожиданно мне открылось, открылось по совершенно пустяковому поводу. Я пришел в храм в 1998 году и, не имея совершенно никаких возможностей к этому, никогда к этому не готовившийся, просто в силу сложившихся обстоятельств, я должен был организовать клиросное действие, читать, петь, сначала сам как-то подготовить какой-никакой хор. Вот, главное клиросное действие, когда я открыл постную триодь, и я стал ее читать, вот, ни минуты не заморачиваясь над тем, как это делается, я понял, что так не может быть. Вот, потому что я никогда ее до этого не открывал, я никогда не разбирался, как читают и согласовываются библейские песни с тропарями канона, вот, а по опыту потом примерно представляю, какая это мука для семинаристов, чтобы это учить. Никогда этому не учился, я просто помню, как это делал он. Я служил всем всего лишь два великих поста, и я помню, как это делал, и в моей голове совершенно идеальные схемы. Я не пытался это запомнить, не пытался это понять. Это просто свалилось на меня, как некая данность, и я тогда впервые подумал, что вот все, что сейчас происходит, есть плод его молитвы за меня. Ну и дальше по жизни, вот, я не раз в этом убеждался, но вот тогда впервые меня, я понял, что это никаким отношением не имеет ни ко мне, ни к моим каким-то внутренним талантным способностям, ни к обучению, ни к наставничеству. Это просто вот есть, нет и есть, потому что я там был. Вот, хотя, вот, ну, на этом все, наверное. Вот, я к тому, что продолжение общения было очень кратковременным в плане человеческой жизни. Ну, два года, наверное, всегда нам не хватает, когда мы встречаем именно прекрасного такого человека, тем более духовного человека. Но многие и того не имеют. Это ведь два года все-таки запечатлелось. Видимо, это как-то решительно и поменяло вашу жизнь. Наверное, да. Ну, по крайней мере, я в этом сам внутренне убежден. Вот, когда мне говорят, что, ну, вот, мысль о том, что каждый человек, который, ну, как-то вот, какой-то духовную жизнь начинает вести, несмотря на все трудности современной жизни, что кто-то за него молится или молился. Ну, вот, у меня никогда вопросов не было в этом смысле. Я всегда знаю, кто за меня молился, и кто действительно, вот, в самом глубоком смысле слова, за меня молился этих людей, знает. Отец Константин, а как вот самая первая встреча состоялась? Ведь вы же, я насколько знаю, где-то там учились, то ли в институте, то ли уже закончили, работали. Ну, в общем, была отдельная какая-то своя жизнь. Это очень, да, это очень большая древность в рамках моей жизни. Вот, я так иногда вспоминаю, даже некоторых вещей не могу вспомнить. Неужели это со мной было так? Ну, несколько раз жизнь моя менялась слишком круто, слишком, вот, как будто начиналось совершенно новое что-то. Поэтому иногда теряюсь. Началось все с того, что, ну, во-первых, я пришел в церковь после армии, неожиданно вернувшись из армии верующим человеком. Я пришел в церковь. У нас, слава богу, в нашем небольшом мурайском городке под Екатеринбургом был приход. Я туда пришел. И там я встретил очень замечательного во всех отношениях пастыря, хуже которого я в своей жизни за 30 лет не видел никогда. Вот, разное видел. Но это был вот самый плохой священник, которого только я в своей жизни видел. Видел. Я не говорю, что нет, хуже, в принципе. Но вот из моего опыта это худший. А чем он был плох? А я не буду об этом говорить. Да не воздаголят устам и дел человеческих. Вот. Он был плох, и уже давно не священник. Вот. Но я люблю это подчеркивать, потому что, когда мне это притчево-языцы говорят, что вот у нас плохой священник, и где мы не можем сохранить веру, я говорю, все ерунда. Веру человек не может сохранить только по своим собственным вот состоянию души. Плохой священник не имеет к этому никакого отношения. Вот. Община может быть крепкой, община может быть верующей. Ну, не община, но пусть, но люди ходящие. Приход. Приход может быть собран из замечательных людей, которые молятся за этого батюшку, которые хранят веру и готовы к исповедническому подвигу, невзирая на то, что пастор у них никуда не годный. Вот. Вот это зависит от внутренних состояний этого человека, потому что благодать духа данной человеку не зависит от того, какой у него пасторь. Если он у него плохой пасторь, то эта благодать помогает ему стать таким, каким нужно в этих условиях. Если у него хороший пасторь, то благодать помогает ему стать таким, каким нужно в этих условиях. Но человек сам отвечает за тот дар благодати, который он получил. Никто не может этот дар отнять, никто не может помешать ему возрастать. Никто. Потому что и пастырь, и хозяин этого виноградника души, и насаждающий, поливающий, возвращающий есть Бог. И когда люди пытаются винить, что плохой священник виноват в том-то и том-то, не виноват. Плохой священник, лишь, как сейчас можно говорить, вызов моей вере, вызов моей молитве, чтобы я за этого человека молился. А вовсе не причина, по которой мог оправдать свое отпадение от веры. Вот поэтому для меня этот опыт был очень ценный. И я именно поэтому, не стесняясь говорить, не вовсе не потому, что хочу опорочить этого священника, потому что лично ко мне он ничего плохого не сделал. Я был свидетелем, но на самом деле просто объективный свидетель того, что Бог творит то, что ему угодно, невзирая на то, какой священник в данный момент становится у престола. Вот могу только сказать, что однажды, и это был очень тоже интересный опыт, я до сих пор удивляюсь, как, ну вот Господь так мне открыл. Однажды он очень, ну короче, он больной был, вот у него разные болезни были, связанные с головой, и там неважно по какой причине образовавшиеся, но он иногда действительно мог забыть на какие-то вещи. Однажды он забыл и в хористический канон. Просто взял и забыл. То есть это самое, после символа веры, пропуская «станем добре, станем со страхи», он стал говорить, то есть как там благословение преподал, и простеприимший начал говорить. Вот, никто ничего не сказал, никто ничего не заметил, и все спокойно причастились. И вот для меня был, как бы, а я думал, а как? Они причастились телу и крови Иисуса Христа? Вот они же, вот эти люди, которые, вот для меня это было очень интересное размышление, вот, и я думаю, что даже и тогда они причастились телу и крови Иисуса Христа, потому что немощь священника восполняется силой Божьей. И хотя он не произносил эпиклезу, но поскольку церковь, литургия совершается народом Божьим, и законно поставлен священником, его пропуски, они как-то восполняются благодатью Божией. И я уверен, что они все равно причастились по воле Божьей, потому что церковь была здесь. Был народ Божий, был законно поставлен священник, просто в силу немощи забывший, он не специально выбросил, а просто забыл. Вот, как-то страницы там перелеснулись, и он, это самое, ничтоже сумняшись и продолжал дальше слушать. Вот он даже не заметил вот этого, и я уверен, что они причастились. Тоже вот этот опыт интересный размышления о немощи человеческой, он был для меня очень важен. Но мы все о нем да о нем. В общем, вот с этим священником я прослужил в самом начале своей жизни церковной. Вот, мне было тогда в 90-м году 22 года. А вы алтарником были, да? Да, я был алтарником, вот, хотя уже умел читать, апостол и читал, как алтарник. Ну вот, чтецом, хватало там чтецов, и я никак ничего не делал. Ну вот, а среди прихожан этого храма была бабушка, тоже своего рода подвижник благочестия 20 века, девственница. Всю жизнь прожила одна, вот, ей на тот момент было 70 лет. Вот, она как-то решила взять меня под свою покровицу, она стряпала просворы для храма. Вот, попросила помощника, и меня научила стряпать просворы. Вот, ну и через это мы стали общаться. С ней она стала рассказывать, где она что-то была, где очень я ей благодарен. Низко кланяюсь всегда, и всегда искренне благо, потому что правильное начало веры заложила в меня она. Она не говорила мне символ веры, не читала догматическое богословие, и все, и читать я умел. Вот, я ученик воссоветской школе, поэтому что читать-то я умел. Но она рассказывала то, что ни в одной книге не прочитаешь. Не смей осуждать монаха, никогда не спорь со священником. Вот, был случай, вот, когда приходишь в храм, ни с кем не разговаривай, встань, где тебя никто не видит, и молись Богу. А то вот был случай. И вот эти вот случаи, они как печать, впечатались в мое сознание. Не просто вот поучение, а образ, связанный с этим поучением, он впечатался в мое сознание, я понимал, вот, с первых шагов своих, я понимал, что священника осуждать нельзя. И я вот этого своего священника никогда не осуждал. Не осуждаю и сейчас. Вот, я констатирую факт, но никакого вот, там, скажем, недоумения по его поводу, или там, суждения по его поводу, просто констатирую факт, что был такой священник, и мне это не повредило. Да, но, видимо, тоже это была такая духовная школа, раз Господь через это приводил. Да, да, и вот очень ценный был этот опыт, она меня научила многим, я бы так сказал, практическому богословию. Вот, и она была родственницей вот этого Саунислава Петькевича, ну, духовной родственницей, кумой. Вот, она у него окормлялась, и она говорит, а давай-ка я тебя вот познакомлю с нормальным батюшкой. Вот, я отнекивался долго, потому что как-то вот сумел уже на то время понимать, что где родился, там, пригодился. Вот, а бегать искать хорошего батюшку, это ни к чему, ни к чему не приведет. Вот, ну, она говорит, давай. И вот она повезла, это надо было ехать далеко за город, на электричке полтора часа, потом пешком еще около часа. Ну, это там все у Екатеринбурга. Это дальше, да, Екатеринбурга. Вот это небольшое село, состоящее из трех улиц, исключительно, скажем, маленькое. Была бы деревня, но поскольку храм стоит село. Вот, храм стоял там, начиная с конца 19 века, и он не закрывался. Не закрывался по двум причинам. Во-первых, он был далеко, вот, ну, правда далеко, добраться туда было непросто во всех смыслах, потому что это далеко от, это сейчас там есть дорога, а раньше и дороги не было. То есть это от станции лесом идти около часа. Вот, а кроме того, он еще отделен водными преградами тоже. Ну, в общем, так просто никто не пойдет. А во-вторых, вторая причина, он был на месте, куда приезжало очень много, и при этом запредельность, очень много иностранных туристов. Это он был соседним с известной на то время в Советском Союзе обсерваторией Кауровской. Вот, туда приезжало много делегатов, в качестве показать, что на христианство в Советском Союзе гонений нет. Вот этот храм сохранился, он не закрывался никогда, ни в какой год, он так сохранился очень, долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго, ну, собственно, никогда не закрывавшись, все его пытались закрыть, ну, как-то вот и не решились. Так он и дождался до наших времен. И вот в этом храме служил тогда отец Владислав, он очень любил этот храм, сам в свое время попросился там служить. И вот в то время он там служил, она меня привезла к нему, и первая встреча, ну, ничего, собственно, она такого не дала, просто, что это очень колоритный священник. Фотографии у меня одна единственная есть, очень колоритный, это очень могучий батюшка. Вот, я думаю, что он даже уже старым человеком лет 70 мог бы справиться с каким-нибудь там бандитом среднего пошиба, так, не очень тренированным. Вот, очень такой богатырского сложения. Как раз время-то еще бандиты были. Да, были, были, и он с ними, приходилось ему связываться, да. Весь седой совершенно, хотя не был еще старым человеком, пожилой скорее, весь седой, как лунь. Вот эти пряди седых волос, седая борода там почти до пояса. Вот, и необыкновенные, просто необыкновенные пронзительные глаза. Вот, которые вот, действительно, они необыкновенные. Я никогда таких глаз не видел, и они не то, чтобы, вот, как говорят, пронзают душу там или что, они необыкновенно живые, радостные глаза, радостные. Вот, как будто, вот, из них льется поток веселости, и вот этот потоком жизни он тебя завлекает. Ничего духовного я в нем не увидел с первого раза, да и со второго тоже. Про это я отдельно расскажу. Вот, ничего духовного я в нем не увидел. Но он необыкновенно зажигательный человек, необыкновенно радостный человек, необыкновенно общительный человек, необыкновенно, ну, как бы, человек, который может, умеет и хочет послужить, делает это необыкновенно естественно. Вот, он может, ну, все сделать там, затопить для тебя печь, разослать для тебя постель, там, все что угодно, там, потаскать с тобой дрова, но все это получается так непосредственно, так естественно, что ты не чувствуешь никакой, никакого смущения, никакой униженности. А как ребенок стоишь, радостно хлопаешь ресницами от того, что такой вот человек о тебе заботится. Вот, и все, собственно говоря, и вот это первая встреча, потом вторая встреча, потом, там, третья встреча, и вот в один прекрасный день, он говорит, поедешь, ну, вот здесь, со мной, помочь мне. Ну, была потребность в постоянном истопнике храм топить, дом топить, он один жил, понамарить, алтарником быть, вот, пойдешь, ну, я сказал, ну, вот если его благословить, ну, я понимал уже, что будущего в Пышме у меня не будет в храме, вот, тем более, что там батюшку сняли и назначили другого, возникла какая-то вот перестановка кадров, к этому новому священнику у меня никаких обязательств не было на Пышминском приходе, он как бы своих кого-то там привел, ну, и я думаю, а что бы не уйти, только благословите, я учился тогда в Педагогическом университете на филфаке, и говорю, если только благословите, мне бросить институт, то я уйду. Он благословил, я ушел, вот так началась моя совместная жизнь с ним. Получается, вы прям оставили университет. Оставил. Все оставили, чтобы последовать за Христом. Оставил университет, оставил место работы, я работал тогда в школе-интернате для слепых и слабовидящих детей, вот, и уехал туда жить, ну, собственно, все оставил. Да, родителям было, наверное, это не очень приятно, но они были достаточно закаленные к тому времени, чтобы истерики по этому поводу не устраивать. Единственное, что тоже замечательный момент, где-то через пару месяцев мама выгнала папу моего к нам, говорит, ну, иди хоть посмотри, где он живет-то, может, там вообще ужасно все, среди медведей живет. Вот, папа у меня коммунист настоящий, вот он пошел наводить ревизию, приехал смотреть, как я живу. Он закончил с тем, что он стал, как и многие тогда посещения людей отца Владислава, закончил тем, что он стал верующим человеком, стал ходить, причащаться и до смерти своей. Исповедовался и причащался, умер церковным человеком. На него само общение повлияло, да? Личность человека. Беседа или, ну, именно личность. Да, она была необыкновенная, она влияла на всех, кто на моей памяти прикасался к его личности, они все менялись, если не менялись, кардинально менялись чуть-чуть, то все равно память об этом человеке навсегда оставалась, даже если они там встречались один раз. Это преображало, и знаю многих людей, которые приезжали к нем, ну, несколько людей, которые приезжали к ним, ну, буквально один приехал, чтобы набить ему морду. Просто он считал его преступником в каких-то там делах, не буду говорить, каких общений привело к тому, что он говорит, нет, батюшка, я понял, я отсюда не уеду, не крестившись. Вот и крестился, и с тех пор стал, и до сих пор остается верующим человеком. Сложные судьбы, по-своему сложные, но вот очень глубоко, и так по-настоящему верующим человеком. Вот вера родилась именно тогда от встречи с этим священником, хотя он не богослов по нашему с вами подходу и типажу. Вот, это просто человек, который излучал что-то. Но вот это ведь можно про любого батюшку сказать. А я бы вот хотел сказать те вещи, которые действительно повлияли на меня очень сильно. Я бы так сказал, те уроки, которые я вынес за эти два года жизни с этим человеком. А это какие были годы именно? Это 93-95 год. Вот, 93-95 год. Первый урок связанный с его необыкновенным истовой уставной службой. Такого соблюдения устава я не видел ни в одном монастыре. Но он никогда сам этой службой не тяготился. И, ну это может быть, такое я могу представить, но никто из тех, кто участвовал в этой службе, никогда ей не тяготился. Это считает только действием благодати. Когда люди, собранные в храме, служат так, как положено полностью, и у них нету раздражения на такое, это не просто человеческая уставщина. Это действие благодати Божьей. Великим постом он начинал службу полседьмого, заканчивая около часу. Вот иногда полвторого, совсем в учитывании всех положенных кофизм. Все, как положено в течение всех дней Великого Поста. Как мы начинали вот в понедельник, так до самой Пасхи мы и служили. Все, как положено по уставу. Даже я на тот момент вообще ничего в уставе не понимающий. Я почему-то не тяготился. То есть я не могу сказать, что мне не было тяжело. Мне было тяжело, естественно, тяжело стоять 7 часов на ногах. Но я не тяготился в том смысле, что я не чувствовал раздражения и негодования по этому поводу. Мне было трудно, но я понимал осмысленно эту трудность. И когда служба заканчивалась, я чувствовал не усталость, а легкость. И я никогда эту Великопостную легкость, когда ты выходишь из храма, пробыв там половину дня, вот эту легкость в теле, в душе, я до сих пор с тоской по ним вспоминаю. Ты приходишь домой, просто вот как был там в подряснике, не раздеваясь в сапогах, просто падаешь на раскладушку, и тебе необыкновенно хорошо. Ты вроде бы устал, но ты даже не можешь заснуть, потому что твое сердце переполняет легкость. Ты пришел, чтобы заснуть, но заснуть ты не можешь, потому что тебе хорошо. И такое ощущение, я понимал, что его испытывают все участники вот этих вот трудных Великопостных служб. И люди это знали, они приезжали издалека, чтобы просто побыть на этих Великопостных службах, потому что они знали, вот это опытом переживали это действие. Это не случайное действие, это действие, вот действие благодати Божьей, я мог ошибиться тогда, но когда теперь я по-разному переживаю Великопостные службы, сам же их организовывая на том приходе, где я был чтецом, вот и понимаю, что люди не выносят. Даже сокращая службу, там скажем, до какого-то приемлемого минимума, чтобы оставить хотя бы самые важные моменты, я теперь знаю эти моменты, богослужение, понимая, люди изнемогают. Я понимаю, что вот этому ты можешь сказать, мы вычитываем все, но люди через три часа будут лежать замертво, и никто не придет в следующий раз. А у него не лежали замертво, и приходили еще и еще, только потому, даже имея возможность где-то там в городе, в Первоуральске, побывать на службе сокращенной, они говорят, нет, мы поедем в Слободу, потому что там то, что вот никто этого не заменит, это очень важный элемент. И вот это первое, что меня, благодаря вот этому переживанию, я навсегда, на всю жизнь полюбил постную тревогу, полюбил постные службы. Я понимаю, что я не отец Владислав, я не могу зажечь ни то, что других себя, на уставное, но я понимаю, как это красиво, и как бы я этого хотел. На самом деле, пример такой вот уникальный, и оказывается, устав богослужения, он может быть именно живым выражением, именно вот сердечного нашего служения Господу, который не утомляет, а наоборот вдохновляет. И люди с разных сторон съезжали специально на эти постовые службы, то есть там действительно прямо вот как непосредственная связь с небесами, видимо, была. Да, поэтому, когда говорят, что постные службы – это тяжело, я говорю, просто не умеете их готовить. Вот, просто не умеете так служить. Вот эти вот… и сейчас я слышу разговоры постоянно, это тяжело, это нужно, надо сокращать. Я понимаю, что те люди, которые придумывали Великопостный устав, они его не из головы придумали, они его проживали. И этому опыту хотели приживить других, чтобы эти люди испытали этот опыт, который мне удалось испытать. А если формально просто исполнять, конечно, скучно и неинтересно, но это и есть опыт проживания, надо просто прожить, наполнить эту службу молитвой. Как наполнял ее? Он сам-то ей не тяготился, он молился. Да, конечно, отец Константин, вот такой опыт духовный, особенно в начале пути, он, видимо, запечатлевается где-то внутри, глубоко. И для нас это для всех на самом деле урок, рассматривать правила молитвенные, не как вот какую-то там, ну, вычитал, вот как бы отделаться поскорее, вот наконец-то вычитал, а как именно возможность нашу раскрыть сердца пред Господом, и Господь подает благодать. Второй опыт, который, урок и опыт, который меня научил отец Владислав, это необыкновенное проживание литургии. Это он литургией служил радостно. Я не умею, я каждую литургию плачу. Я не могу служить без слез, я не знаю, как ее служить с радостью. Я об этом читал у святых, и я видел это у отца Владислава, но я сам не могу себе представить состояние, при котором это могло быть радостно. Это совершенно недоступное для меня даже в какой-то отдаленной перспективе состояние. Я не могу прикоснуться, я понимаю, что это совершенная преданность Христу, совершенная отданность Христу. Он преображался на литургии. Я был в алтаре, я это видел, его глаза всегда были радостны, и он всегда на литургии был бодр. Причем эта бодрость, ну, то есть он мог встать в два часа, в три часа. Он мог лечь в два, в три часа встать на то, чтобы готовиться к службе. Это не имело значения, эта бодрость была не физиологического плана, не выспанность, не отдохнутость. Это было вот именно состояние, в которое он входил. Он так смотрел вот туда, вот, что потом, когда он разворачивался, и случайно глаза наши встречались, в его глаза невозможно было смотреть. И это было не просто, вот эта радость в наше время научились батюшки воспроизводить. Вот, по протестантскому почину, как бы, ну, всегда быть радостным. Это, наверное, можно так научиться, но он радостным был только на литургии. Потом он как бы сворачивался, амбарой был очень строг. Вот, очень суров мог быть, если видел какие-то очень, ну, нехорошие вещи, особенно в отношении, скажем, людей, которые занимались в храме чем-то. Он был очень требователен, а вот там, на литургии, он преображался. И вот это необыкновенное преображение, необыкновенное дерзновение, свидетелем которому я вот был, он мог, ну, я видел чудеса исцеления, которые с ним были там разные, я не буду их описывать, а вот именно дерзновение, Господи, дай. И это появлялось почти тут же, просто потому, что он попросил. Вот это дерзновение, простое, я бы сказал, как детское дерзновение. Вот дай, то есть, это были вещи не мирские, ему мирскому не нужно было ничего, он ходил, у него даже одежды не было, у него был только плащ и под рясник, и под под рясником рубаха, ну, ряс, ну, ничего сверх, ни рубашек, ни костюмов, ни пиджаков, ни кофта, ни обуви, сапоги, вот, эти офицерские, и все. Они снашивались, он покупал другие, и все, вот ничего не было, ни мебели, ну, ничего не было, он вообще ничего не покупал для себя. Он, и если бы просил, это вот, ну, так скажем, представляете себе, там, в 93-м, 94-м году, он говорит, а я хочу афонский лад. Вот, вот, у него делали сами, он терпеть не мог тот лад, который продавали везде. Да тут надо пояснить, что сейчас-то не понимают люди. Да, сейчас это не удивительно. Можно прийти везде, всякие там ладаны, с Греции, откуда угодно, купи с Иерусалима, а в те времена ладана такого не было. Не было. И неожиданно приходит человек, буквально в следующий день, говорит, батюшка, я хочу с вами съездить в Иерусалим. Вот, а там тонкость была, вот, я говорю, батюшка, ну, не надо так искушать Бога, афонский ладан. Я говорю, я сказал Богу, хочу 40 килограммов ладан афонского. Ну, я говорю, ну, что это самое, так это, ну, так про себя уже. Вот, он, вот этот мужчина приезжает туда, и он привозит туда 40 килограммов афонского ладана. Он говорит, видишь, вот, это не я купил, это мне давали, 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 в итоге получилось 40 килограммов. То есть Господь так устроил, что как раз ему... Да, Господь так устроил. Причем это вот, вот, вот я был свидетелем, это вот, это было для меня показано, никаких других свидетелей не было. Мы были в алтаре только, он сказал, вот так вот, ну, там ладан какой-то дали очередной, он вонючий был, и вот так это смутило, ну, 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 алтарь же, ну, чего вы воняете здесь? Ну, батюшка, ну, нет другого ладана. Господи, ну, дай нам ладана афонского. Говорят, вкусный очень, нормальный, достойный тебя. Вот, ну, вот, из этого все и возникло. Так вот эта вот радость и дерзновение, это были необыкновенные. То есть мне порой казалось, что он может сделать все, что попросит. Ну, в смысле, может, все, что попросит, будет, но он никогда не просил. Вот, при мне он никогда не просил. Я видел, как это самое, он может, скажем, сделать так, что бес проявит свое присутствие в человеке, но никогда этого человека не отчитывал. Вот, на то есть свои причины, он никогда не отчитывал. А почему? А? Вот на то есть причины. Ну, если у нас время позволяет, я могу рассказать? Позволяет, конечно. Позволяет, был эпизод такой в его жизни, он мне рассказывал однажды, пришел, привели к нему, еще не было на слободе, привели к нему бесноватого мальчишку, вот, прям на дом, и он стал его отчитывать. И молитва была такой дерзновенной, что бес вышел из мальчика. Явным образом, женщина поблагодарила, ушла, он выходит из дома, на площадке играл его ребенок, и ребенок стал, видимым образом, бесноватым. Вот, он говорит, нет, подождите. Вот, он повел своего ребенка, помолился за него, бес вышел из ребенка и вселился в мальчика опять. Обратный, там вернулся ребенка. Да, он отослал своего мальчишку подальше, ну, чтобы никого не было в зоне вот этого действия, попытался еще раз, бес вышел из мальчика, вот, но очень быстро стало понятно, там как-то сообщили, что, а позвонил, что тут у нас, но, короче, сообщили, что другой ребенок отца Владислава снова стал, вот, проявляет признаки такие неадекватности. Он еще раз помолился, и это самое, говорит, нет, не мое это дело, это дело монаха. И никогда больше этим делал, мне семья, вот, Бог показывает, что это не мое. То есть, дерзновение у него было, Бог его слышал, но он дал показать определенные границы его меры, что он все равно семейный человек, и такого дерзновения, как имеет человек, отрешившийся от семьи, он не имеет. И поэтому никогда не пробовал, хотя к нему приводили, он молился просто о том, чтобы явилась милость Божия, как ему угодно, но вот в прямом смысле отчитывание, да, каких-то специальных действий, с копием, он знал, как это делается, вот, он не производил. Знаю, что это не его мера, вот, он получит результат, но кто-то другой будет страдать. И поэтому он не делал этого никогда, но я видел достаточно и понимал, что, вот, он может то, что другие люди, скажем, не могут, а он просто, понимаете, одно дело, вот, когда ты там делаешь какие-то молитвы читаешь, что-то делаешь там священными предметами, вот, что-то, и ты понимаешь, что, да, что-то приходит в действие, а он сам по себе был такой, мы с ним были, скажем, в Травице Сергею Лавры, и я видел, что вот люди, которых мы привыкли бесноват, они это чувствуют, они чувствуют, кто он, и вот это было очевидно, когда люди определенные, они просто избегают общения с ним, вот, а если неожиданно встречаются, то как-то, вот, ведут себя очень, ну, вот, именно стараясь поскорее отделаться от него, вот, этот опыт я видел, к нему привозили, ну, в отличие от известных наших разных современных шарлатанов, он никогда не брался за это, он говорит, ну, пусть поживет, поговорить с человеком, помолиться за него, но никогда не проводил отчитки больше, и вот мне объяснил, почему он этого не делает, он знает свою меру, знает, что окончательного, безусловного действия Бог ему осуществить не даст, ему было достаточно, что, да, молитва твоя дерзновенна, молитва принимается, но знай свою меру, что ты можешь, чего ты не можешь сделать, это было всегда его слабым местом, семья, вот, ну, эту историю я не буду рассказывать, так вот, это второе, что он меня навсегда заразил, вот, это радостное служение литургии, радостное, вот, это, это необыкновенно, вот, это, я могу прикоснуться к благодарению, я могу благодарить со слезами на глазах на литургии, я могу, ну, много чего переживать, что есть литургии, но вот этой радости, как будто ты стоишь по ту сторону уже законченного мира, помните, как вспоминаю крест, это смерти, и одесную сидение, вспоминая, как будто ты уже по ту сторону всех событий, ты уже со Христом в царстве, вот он переживал так, как будто для него все уже закончено. Там еще слова такие, царство твое будущее даровал и си нам, да, то есть царство будущее, но уже даровал его нам, да, и отец Владислав, он переживал его, как уже дарованное царство, и, наверное, это ведь невозможно так вот путем самонастройки какой-то внутренней, а это за счет того, что он всецело отдавал себя литургии, и Господь так вот. Было то, что дано. Он отдал себя всецело Христу, Христос всецело отдал все это Ему. Вот. Это, ну и, наверное, скорби были за это. Он их нес терпеливо и смиренно, и вот зато вкушал эту радость. Он мог ей делиться. Отец Константин, а там ведь были в храме еще какие-то вот и святыни особые, да, и иконы редкие? Была там чудотворная икона, собственно, вот он молился и призывал молиться ей, и сам всегда молился, пока он был клириком, настоятелем этого храма, он всячески вот поддерживал людей, как бы предпобуждал их, сам организовывал молебны перед этой иконой. Это икона Божьей Матери Скоропослушницы, афонского письма, написанная в Андрейском скиту в конце XIX века. Вот. Эта надпись на ней сохранилась, а попала она в храм таким образом. У нас одним из прихожанин был человек Николай, сейчас не вспомню его фамилию, Николай Иванович, он был ветеран войны, всю жизнь сохранивший веру, вот. И ездил он долгое время, там недалеко от Перворальска был такой хуторок, починок, вот, недалеко от него был хуторок Илань, там буквально вообще там одна улица, там пять домов, и там жили какие-то бабушки молящиеся, вот. И вот он к ним ездил, к этим бабушкам, и там увидел эту самую икону, вот. И его заинтересовала эта икона, это там, и вот, что это за икона, как она попала. И в итоге-то вот он и составил описание, как, собственно, свидетель появления этой иконы, когда эти бабушки умерли, он ее и привез в Слободу, и, собственно, рассказ об ее обретении описал как непосредственный свидетель. А дело было так, это эпоха хрущевских гонений на церковь, и вот какие-то, эти две бабушки, во сне одна из них видит образ женщины в темных одеждах, которая говорит, забери меня из этого-то дома, из такого-то дома, показывает дом Белимбаи, забери меня рядышком. В другом поселке? Да, большой поселок, по военным меркам большой поселок там даже. А эти бабушки, они верующие были, молились? Да, 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 они были молящиеся православные бабушки, вот, просто это очень далеко, их никто не трогал, это там вообще глубоко-глубоко в лесах, ну, вот, собственно, хрущевское токонение, оно распространялось, собственно, на приходы, а не на отдельно молящихся людей, вот, задача была подкосить приходы, поэтому к ним никто ничего не предъявлял, вот. Белимбай был город, в котором стоял военный завод на то время, и, вот, сказали забрать из того-то дома, ну, как я его заберу-то, вот, постояла, походила там, приехала в Белимбай, вот, нашла это дома, там, ну, а нет у вас иконы, какая икона я тебе сейчас дам? Ну, поняла, что нет никакой иконы, ну, ну, что, вот, ладно. Вот, а у нее сын был участковым. Там по описанию, вот, ну, это вы, видимо, давно рассказывали, ей второй и даже чуть-чуть, по-моему, и третий раз. Я просто сокращаю ради времени, да. Нет, это очень наоборот, такая история. Трогательная. Да. Вот, я к тому, что, ну, да, вообще она трогательная тем, что ведь это не какой-нибудь там конец 16 века, как с Казанской иконой Божьей Матери, да, а вполне себе 20-й после войны. И то, что это возможно и сейчас, это, конечно, многих людей удивляет, то, что вот, ну, 100 лет не прошло, а чудеса с иконой Божьей Матери никуда не делись. Действительно чудесно, когда и в наше время Матери Божьей является и призывает обрести свою икону. Вот, это странно слышать людям. То есть мы привыкли воспринимать, что там про 17-е, про 16-е века это легенды сочиняют, вот, а тут вот на самом деле так, вот во сне является, говорит, пойди и забери. Вот, и, собственно, она когда не нашла, она увидела второй раз сон, иди и забери. Она говорит, ну, как я заберу? Вот, и третий раз тогда Матерь Божья явилась с ней очень таким строгим, вот, если не заберешь, то будет беда. Вот, иди, я тебе строго указываю, иди и забери. Вот, а как она действительно обыкновенная женщина, пожилая, как она сможет это сделать? Тут вот она выясняет, что у нее, в смысле у нее сын работает в Чистковом Белимбайе, собственно, наверное, поэтому все это как-то вот было предопределено. И он говорит, слушай, не мог бы ты вот проверить, икона где-то стоит вот у этой женщины, вот, надо ее забрать. Ну, он устроил обыск типа на предмет культов, они долго искали, ничего нет. И вот, случайно обнаружили доску, она большая, но по афонским меркам, как икона писана, вот, метра, ну, почти два высотой, вот, метр двадцать, метр тридцать, она в ширину, большая достаточно икона. Вот, вот эти перекладины смутили, задние стяжки. Там лик был черный совершенно. Вот, а она стояла с задней частью, прислоненная к дровам, вот, когда он развернул, он не увидел иконы, она была черная, вот, а на задней части рубили мясо в свое время, и эти следы до сих пор можно увидеть на иконе, если ее из киота, я видел сам, из киота вытащить, вот, она была черная, но вот по этим перекладинам, две перекладины сзади, было видно, что все это икона. Говорит, это икона, да какая это икона, мы на ней мясо рубили. Нет, это икона, мы ее забираем. И вот он взял, поскольку, по факту она икона не являлась, лик это нет, и он просто, забрав ее у них, тут же привез ее своей маме туда, в этот самый Волань. Вот, говорит, вот, ну, не знаю, икона это или нет, вот, вот то, что мы нашли. Они поставили, затеплили лампадку, вот, и стали просто читать перед ней молитвы Богородицы, молитвы, ну, то есть, канон Богородицы умильный и Акафист Великий Богородица. Раз она явилась, вот, надо читать Богородицы. Радуйся невеста, не невеста. Да, да, радуйся невеста, не невеста. Вот, ну, и читали какое-то время, вот, Николай, Николай Иванович, он, приезжая, видел, вот, как постепенно, вот, оттуда вот эта сажа, чернота, она как стружка так вот сворачивалась и падала. Он сам мне это рассказывал, потом он написал это, а он мне рассказывал, вот, просто мне, говорит, загадка, ну, я верующий, да, конечно, он говорит, но вот такого-то чуда не видел, совершенно черная доска, а вот такая, как стружка так сворачивается и падает, сворачивается, а там-то ведь лик совершенно чистый, вот, ну, те, кто видели икону, он, как будто она сегодня написана, вот это обновление иконы произошло на его глазах, что вот икона, сошла вся эта чернота, и вот тот прекрасный лик, который есть, и когда бабушки собирались уже к смерти, вот они попросили отдать эту икону в единственный действующий храм тогда в округе, это село Слобода Кауровское, и этот, вот, она там появилась, и, ну, необыкновенно, действительно, вот ты подходишь и чувствуешь, и до сих пор, несмотря на, там, очень, ну, часто вокруг много храмов везде, и местное-то население там мало, кто ходит, но вот люди специально, бывает, приезжают и молятся перед этой иконой, потому что и я сам испытывал ни раз, и ни два, как она сильно-сильно помогает. Это вот, она почитаема очень, это Екатеринбургские края получаются, да? Да, да, да. Вот жалко, что мы как-то не очень знаем подобные истории, когда Божья Матерь подает свой образ, и а икона, она была на Афоне написана именно? Да, там надпись сохранилась, и год, и на Афоне, и Андреевский скит афонский. Там же ведь особое почитание Божьей Матери, как преподобный Паисий Святогорец говорит, что Божья Матерь каждый день обходит все обители Афона, и все кели, смотрит, как кто духовное дело не совершает. И, видимо, икона была написана с особой молитвой. Наверное, наверное, как-то она попала на уральскую землю нашу необыкновенным образом, потому что у нас на Урале своя школа иконописи есть, и богатые благодетели предпочитали заказывать у местных иконописцев вполне неплохие иконы, надо сказать. Афонское письмо, сами понимаете, для Урала это большая редкость, чтобы на Урале появилась большая икона афонского письма. Во-первых, это очень дорого, а во-вторых, не каждый даже состоятельный человек знал, что вот куда обратиться на Афоне, это особая тема, может быть, даже для какого-нибудь исследования, как это связь между уральскими храмами дореволюционными и Андреевским скитом на Афоне, потому что ни одна икона именно Скоропослушница на Урале обнаружена, то есть кто-то вот целенаправленно это дело спонсировал. Ну, по крайней мере, три совершенно одинаковые манеры, примерно в одно время написанные, я лично знаю. А вот этот образ чудотворный, можете еще рассказать храм и место, где находится? Икона Божьей Матери Скоропослушница, храм Георгия Победоносца, село Слобода, Первоурайский район. И там как раз отец Владислав Питкевич и служил. Служил, да, какое-то время служил. И третье, что я хотел бы сказать, чему научил тот урок, который дал мне отец Владислав, это у него была организована совместная трапеза с прихожанами. Он умел это дело организовывать. Было место где, была трапезная на территории храма. И после службы он шел вместе с прихожанами за эту трапезу. Никогда не отделяясь, никогда не... Его ждали. Он всегда любил вместе с прихожанами есть, пить чай. Вот, все вместе с прихожанами. И вот там я понял, для чего это нужно. Он обладал удивительным даром рассказчика. Кроме того, по всей видимости, он обладал даром прозорливости. Он мог рассказывать часами. Вот, я слышал этих рассказов очень много. Ни один рассказ никогда не повторялся. Он рассказывал истории какие-то про разных людей, святых, не святых, истории своей жизни. Но, как я понимаю, они предназначались какому-то определенному человеку, сидящему за столом. Вот, ну, кто-то мне рассказывал об этом, что-то я про себя знаю. Но так-то вот получалось, что, рассказывая какую-то историю, человек слышал обличение какому-то своему греху, какой-то своей страсти, какой-то своей неправде. И этот рассказ был для него поучительным, для слушателя. И вот потому люди собирались. Они не просто пили чай, ну, вот, с батюшкой. Вот, они не просто пили чай, и батюшка рассказывал им какие-нибудь анекдоты. Или о том, какая тяжелая сейчас жизнь. И не читал им морали. Вот. Для этого есть проповедь. А он рассказывал. И каждый находил в этом рассказе что-то важное для себя и уносил это с собой. Вот это вот рассказы, вот этот нарратив, повествовательные истории, сюжеты, они наполняли жизнь прихожанина. Как вот я говорил еще с той женщиной, которая стояла у истоков моего церковного детства. Вот. Она ведь не просто говорила, не суди священника. Она приводила какую-то историю конкретную с ней и происшедшую. Так что я запоминал это вот, как это, вам дано знать тайны Царства Божия, а всем прочим в притчах. Вот эти притчи, они впечатывались в голову, в сознание, входили и оставались там навсегда. Остаются до сих пор. И когда я прихожу, скажем, как духовник семинарий, и понимаю, что, ну, скажем, нельзя же. Вот, ну, и я два шага сделал по церковному храму. Меня научили, что оттуда даже свечного огарка взять нельзя из храма. Нельзя все у тебя сгорит дома. Если ты возьмешь хоть что-нибудь из храма. А сейчас люди там берут из храма, ну, скоро все храмы вынесут просто. К себе домой разберут на сувениры, разве ж такое можно, это же святотатство, вот взять хоть что-то из храма, хоть что-то, хоть кусочек бумажки взять из храма. Вот, а никто, спокойно берут, люди не понимают, что это нельзя. И вот этими вещами, этими рассказами, вот он, Казаровос, просто фонтанировал этими рассказами. Вот эти беседы, это было нечто необыкновенное. Конечно, у него там были какие-то особые темы, как мы называли, между собой заморочки. Он очень любил много говорить про апокалипсис, о том, что скоро наступят последние времена и все такое прочее. Вот, когда ты слушаешь это там, пятый, шестой, седьмой раз, это уже надоедает. Но, в общем-то, бил в набат, что бы в него не бить. Но вот, вот когда он переключался с этой темы на рассказы о своей жизни, о жизни известных ему священников, о жизни известных ему, там, вот реально священников, или где-то прочитанной истории, он общался с живую в свое время с некими исихастами в Абхазии. Вот, каких-то из них живьем знал, с кем-то какое-то время переписывался в ту, в 70-е годы. В 60-е годы, он 38-го года рождения. Вот, он пересекался с ними, когда учился в Сергиевом Посаде, естественно, он тогда закончил там семинарию. Где-то встречался, вот, все вот это, вот, многочисленные истории, он все это рассказывал. Но рассказывал, что меня поражало, не просто рассказать, вот, а человек каждый уходил, приняв что-то для себя, увидев какое-то обличение самому себе, вот, в том, меня это поражало. То есть, в первую же нашу встречу он рассказал некую историю про какого-то своего регента, вот, который там занимался чем-то нехорошим в отношении певчих, как-то очень агрессивно себя вел. Ну, я так посмеялся, полыбался, вот, подумал, ну, интересно, я тоже так себя веду. Вот, некрасиво, наверное. Ну, и все. Ну, а потом я увидел, что он больше никогда в жизни эту историю не вспоминал, и регент, которых он знал, все были приличные люди. Вот, так себя никогда не вели. Значит, это он мне сказал в обличении для того, чтобы просто обличить меня, но не впрямую, а вот так, чтобы я понял, что так себя вести нельзя. То есть, он в третьем лице как будто о ком-то другом. Да, как будто вот он какую-то историю, был такой сумасшедший регент, который там очень грубо вел себя с подчиненными, вот, и, ну, вот там что-то нехорошее делал в отношении к них, неправильно, вот, и пошло время, я понял, что он же больше этого не рассказывает, и все регенты, про которых он рассказывал, совсем другие люди. И что не могло быть этого на клиросе, что он там рассказал, значит, это было мне обличение, так это вот первый раз он меня видел. Вот, и таких вот историй много, я потом, с кем я беседовал, он много раз видел, что люди так говорили, что у них такое было тоже. Рассказывают историю, они понимают, что это он их обличает. Но прямо он не обличал. Он был очень деликатным человеком, вот это вот служение его, он мог без конца кормить людей, но не чужими руками, а сам возьмет, приготовит, накормит. Сам возьмет, потом помоет посуду. Сам поймет, пойдет там, вот принесет там постельное белье, на котором тебе нужно спать. Вот, потом это глянуться не успеешь, там, утром встаешь, все дорожки уже подметены, там где-то убрано, где-то уже чайник стоит, где-то дрова принесены. И это все вот ненавязчиво, вот это его удивительная расположенность. Причем люди порой пользовались этим совершенно бесстыдно, нехорошо. И, скажем, готовы были сидеть и час, и два, и три с ним, вот, просто пользуясь тем, что он за них заботится. И люди, так это было удивительно, что не они заботятся о батюшке, а он заботится о них. Но самое в этом смысле примечательное, я помню, один разговор, и теперь я понимаю, вот что это было. Мы жили в его доме, он пришел в Великий пост, на Великий пост приезжало очень много людей, он размещал их где угодно, в епархиальном доме, там были места, возможность в храме ночевать, места были, ну, кто не хотела в своем доме. Вот, и вот, там, приходит поздно, почти 12 часов ночи, последний исповедник, и вот приходит какой-то человек, ну, он часто приходил на службу, вот, я не знаю их никого, я и не знать не хотел никого. И вот они начинают разговор, надо растопить печку, печку никто не растопил, почему-то не догадался, он приходит, сам начинает ее топить, потому что людям ночевать, будет холодно, надо растопить печку. И вот они разговаривают с этим самым прихожанином. Такой бред. Этот человек несет вообще какой-то бред. Он, у меня такое возмущение, думаю, вообще верующий или нет, про какие-то там, я даже сейчас не могу вспомнить, ну, вот, просто отсебятины, про каких-то там идолов, про каких-то инопланетян, про какие-то там энергии, исходящие из космоса. Батюшка говорит спокойно, ну, не говорит он так, где-то кивает, где-то что-то, молча разводит печку, слушает этот бред. У меня все колышется внутри, ну, сколько можно это слушать, ну, вот, он терпеливо так, вот, делает это. Вот потом этот куда-то вышел там, до ветру, он поворачивается ко мне, говорит, еще не такую ерунду можно слушать, но человека нужно любить. Понимаете, можно ему сказать, какой он идиот, и что? И человек уйдет и не придет, никуда больше, обидится на всю церковь, он может и так обидится когда-нибудь, а может быть, вспомнит, что батюшка терпеливо слушал его бред, уставший, измученный, он только что там выдержал, там, пятичасовую исповедь, вот, а он слушает, и кто-то, может быть, через эту молитву, может, он обретет свой путь ко Христу, ведь батюшка не просто топит, он за него молится, и вот это меня, я не понял тогда, я был просто возмущен его толерантностью, а теперь я понимаю, вот, сам став священником, и тоже слушаю подобные, вот, вещи от прихожан, и понимаю, он любил, он любил всех этих людей, даже если они несли совершенную ерунду, и он молился за них всегда, слушаю ерунду, и это было, вот, именно пастырское попечение, вот этот опыт, тогда мной не понят, и встреченный с таким нормальным максимализмом, вот, неофитским, я потом понял, что все совсем не так в церкви, как нам может показаться, но, а теперь я хочу сказать самое главное, вот, вот, то, что я рассказал про отца Владислава, это очень субъективный опыт, но этот субъективный опыт очень дорогого стоит, и я после того, как это все пережил, я понимаю, я очень много стал понимать, я понимаю, что, если бы, ну, вот, просто, вот, человек увидел, не то, что отца Владислава, Серафима Тяпочкина, отца Ипполита, Халина, или там, Серафима Саровского, он бы прошел мимо, если бы он пожил с ним, бы ничего в нем не видел, и в Серафиме Саровском никто ничего не видел, братья монастыря не видела в нем святого человека, не видела, она видела прелестного человека, ненормального человека, да, его духовные расставники знали его жизнь, но потом они кончились, и когда он окормлял мирян, он окормлял мирян, да, но те люди, которые жили рядом с ним в соседней кельях, говорили, что вы к ним ходите, это обыкновенный, ничего особенного нет, вот это я теперь понимаю, я теперь понимаю, что все не так просто, и это был для меня очень ценный опыт, однажды мне сказали про него что-то соблазнительное, я был там, и сказали что-то соблазнительное, что вот типа, ну, нашел с кем жить, это же плохой человек, вот, и этот соблазн, он вошел в мое сознание, я понимаю, что либо я должен поверить этому, я ничего не видел, и ничего плохого про него не знал, но мне сказали, как пришел, приполз, некто в рай и сказал плохое про нашего Бога, и они поверили, вот, то же самое, и у меня началась борьба, я должен поверить, либо своему опыту, ничего плохого про него не знающим, да, я не считал его святым, но я не считал его и плохим, вот, да, он обыкновенный священник, но он хороший священник, вот, ничего плохого про него сказать не могу, и вот эта мысль, слово, лживое, лукавое, может, не знаю какое, ну, вот, лукавое слово, так, наверное, правильно, оно породило во мне брань, и я боролся, я помню это, и помню всю жизнь, и я спустя только много лет понял, что тогда была одна из важнейших браний в моей жизни, вот, наверное, она была не такой страшной, как борение Якова в ночи, или там, борение Антония, она была моей бранью, но очень важной, я должен был либо отвергнуть этот помысел, но у меня нет оснований, чтобы не доверять человеку, который такое говорит, либо поверить этому помыслу, вот, если бы я поверил, наверное, все бы в моей жизни тогда бы умерло, стал обыкновенным, все критикующим христианином, вот, видевший других только недостатки, вот, но я боролся и устоял, и я помню это состояние, когда я сказал, что нет, именно я верю, что он хороший, я это верю, у меня нет никаких доказательств, я просто в это верю, и вот, когда я это сказал не просто устами, всем своим сердцем, тогда все изменилось, и я стал видеть, что этот человек не хороший человек, что этот человек святой, только тогда мне открылось, то, что он собой являет перед лицом Божьим, я увидел эту святость, я привожу факты, я знаю, что их можно истолковать, как угодно, как угодно, они могли кого-то чему-то научить, кого-то не научить, ничему, они могут открыть что-то, могут не открыть ничего, я, вот это самое важное, святость, это то, что открывается в вере, ты должен поверить, если ты не поверишь, ты никогда святого не увидишь, никогда, ты не увидишь Бога во Христе, ты не увидишь во Христе даже Христа, ты не увидишь в святом святого, ты не увидишь в Библии, Богодухновенное Писание, ты не увидишь в Библии истину, Ты всегда будешь сомневаться, ты всегда будешь находить недостатки, несоответствие, несогласие. Ты всегда будешь путаться, потому что у тебя двоящаяся мысль. Либо ты веришь, и тогда ты веришь и идешь путем веры всегда и безусловно. Либо ты не веришь, и ни один святой не докажет тебе, что он святой. И ни один святой никогда не будет тобой воспринят как святой. Ты увидишь недостатки в Иоанне Крестьянко, в Серафиме Саровском, в Сергии Радонежском. Даже если бы ты увидел их, ну, да вроде святой. Придет ты и скажет, да какой он святой, ты знаешь, что он сейчас делал? И все, а вдруг правда делал? Либо ты выбираешь путь веры в конкретного человека, и тогда тебе открывается мир веры. Ведь так действует все в этой жизни. Учитель, ученик, человек святой, священник, муж, жена, дети, родители. Там книга, читатель, подданный, царь. Ты все должен принимать верой. Если ты отказываешься от доблести веры, от брани за свою веру, если ты веришь любому слову лукавому и лживому, который приносит тебе известно кто, ты ни в чем не устоишь. Это, конечно, удивительный такой урок, потому что обычно все доверяют какому-то наговору, клевете. Кто-то чего-то про кого-то сказал плохое, и тут же подхватывают, потому что лукавое слово, оно, получается, находит отклик в лукавой душе, если так вот прямо сказать. И люди, у которых испорченная душа, они очень легко такое вот слово, нехорошее слово воспринимают и считают, что все вокруг такие же, какие они сами. Наверное, это вот один из таких соблазнов и нашего времени. Но он через всю историю греховного человечества проходит. Удивительный, конечно, рассказ ваш, вот да, и опыт, жизненный опыт соприкосновения с отцом Владиславом. Может быть, вот есть еще какие-то такие случаи или истории, которые запечатлелись в вашей душе? Да, вот у нас, конечно, к сожалению, не так много времени остается, но вот что-то может быть такое еще доброе или поучительное для всех нас. Да, доброе. Мы с ним совершили однажды паломническую поездку в Сергиев Посад, оттуда в Дивеево, из Дивеево, кажется, село Тошлы, где-то под Самарой, и там удивительная икона Божьей Матери, вот, и вернулись в Екатеринбург. Интересно, паломническую поездку организовал он. То есть сейчас немножко другое, сейчас же все батюшку спонсируют, вот, а тогда это 95-й год, ни у кого денег нету, и это он нас спонсировал. Нас было три человека еще, он с собой повез. Для меня это было самое памятное посещение Лавры, первый раз, вот, после этого я был, конечно, много раз, но это был первый раз, это было незабываемое переживание, вот, и его там все знали, его там все узнавали, он там все знал, вот, и куда не приезжал, везде у него были знакомы, и вот он нас проводил, знакомил. И это очень ценный опыт, например, я всякий раз, когда приезжаю сейчас в Дивеево, вот, я вспоминаю, каким была наша с ним прогулка по канавке Богородицы, через заборы, через прорихи, через дыры, в железных ограждениях, под крики улюлюканье разных там недовольных людей, вот, вот это приобщение к святыне произошло через него, и вот я, вот, понимаете, слово «отец», с которым мы обращаемся к священнику, вот оно тогда обрело для меня смысл. Отец – это не тот, кто тебя даже учит, отец – это все, он кормит тебя, он заботится о тебе, он слушает тебя, он учит тебя, он охраняет тебя, он защищает тебя. Вот слово «отец» в отношении к отцу Владиславу, оно стало глубоким, объемлющим, и вот я понимаю сейчас, когда сам, вот, пусть недавно, он примерно 70-го, 69-го года рукоположения, или 68-го, да, кажется, вот я это подумал еще, что, когда мы встретились, было 25 лет в священном сане, вот, и только вхожу в этот опыт я недавно священником, но вот этот опыт переживания, вхождения в священство, как в отцовство, он для меня связан, в первую очередь, с переживанием Отца Небесного, вот, но чтобы понять, что я должен, оно мне, вот, образ отца Владислава очень сильно помогает, потому что я понимаю, что вот, когда прихожане, вот, это не они для меня, это я для них, вот, у меня есть дети, их много, их шестер, я же не требую, чтобы они мне служили, это я их оберегаю, я их защищаю, я их пестую, я их кормлю, я их одеваю, я делаю для них все, потому они меня зовут Отец, прихожане – это то же самое, это дети, если они ко мне не напрасно обращаются со словом Отец, тогда я тот, кто их кормит, не они меня кормят, я их кормлю, я чувствую себя на своем месте не тогда, когда за их деньги я что-то делаю, а когда я им даю деньги, когда я им покупаю, когда я им помогаю, когда я им наливаю суп или чай, потому что вот этому он меня научил, и вот я понимаю, что этот образ настоящего отца вот так должен выражать свое отцовство священник, не как говорил апостол Павел, я ищу не вашего, а вас, вот, не пользовать прихожан, не использовать их, не думать, для чего он мне нужен, а им отдавать себя, им, это трудно, и прихожане к этому не готовы, тем более, что они действительно что-то там должны делать и заботиться, но вот я ощущаю себя на своем месте только тогда, когда я отдаю свою жизнь или что-то свое им, тогда я чувствую, что мне хорошо, что я хоть немножко вот сделал то, что я должен сделать. И вот этому тоже научил отец Елислава этот образ, а он просто колоритный образ отца, представьте себе, такой большой, он выше меня, ростом значительно крупнее, я толстый, а он просто широкоплечий, вот, с наградным крестом, потом еще и Митра у него была, и это самое, развивающаяся, борода развивается, и вот он так вот возьмет, обнимет всех, как отец Сергий Баранов, может, видели, как он обнимает всех, кто к нему приезжает, вот, он тоже такой огромный, вот, высокий, как вот так всех соберет в охапку, как кокош, собирающий птенцов своих под крылья, вот этот образ, вот я его тогда увидел, вот, образ, вот это пастырь со своей паствой, вот, вот так вот, вот этими рукавами, вот этими крыльями, вот они вот означают, для того, чтобы сюда деньги складывать, вот, а для того, чтобы так вот обнимать всех, вот это я увидел в нем, вот он, он вникал, он интересовался, он любил, он терпел, и я к чему это говорю, однажды, и это была почти последняя встреча, перед тем, как нас, его переведут из Слободы, вот, он задерживался в городе, я очень долго ждал, вот, ждал, ждал, и вот увидел, что он идет по мостику, висячему мостик там через часовую, колыщийся из такой, я вышел ему навстречу, и он обнял меня, и первый раз, и единственный раз, за всю жизнь сказал, сын мой, вот, и я этого никогда не забуду, сын мой, он не разбрасывался этими словами, духовное чадо там, и никогда этого мне не говорил, а вот тут что-то вот случилось, и он сказал эти слова, и вот дороже слов я до этого в жизни не слышал, ну, наверное, все. Отец Константин, огромная благодарность вам, спаси Господь, что так вы проникновенно рассказали нам про батюшку Владислава Петкевича, вот дай Господь нам каждому для себя что-то извлечь полезного, назидательного, чтобы и наша собственная жизнь изменилась после всего, что мы услышали об отце Владиславе, и священники, если слышали священники, чтобы они это в отношении к пасте, если слышат паству, да, то она тоже что-то вынесла для себя, и самое главное, всем бы нам Господа благодарить за то, что Господь подает таких удивительных своих служителей, как протерей Владислав Петкевич. Дорогие братья и сестры, напоминаем, что с нами беседовал удивительный наш батюшка, священник Константин Карипанов, клирик Свято-Троицкого храма города Екатеринбурга и духовник, Екатеринбургское духовное семинарие, и вообще прекрасный духовник, прекрасный проповедник, лекции беседы которого мы все слушаем. Храни вас Господь, всего вам доброго!